требование свежезаваренный кофе утром обязательно да два контракта одновременно оба легитимны ты суши когда кушал а потом мы тебе их оплачивали ничего там нормально себя чувствовал попариться всем привет с вами морф и сегодня я записываю эксклюзивное интервью с главой force которого ник мегион всем привет не против если мы перейдем на ты да конечно чтобы проблем давай не было так всех формально так удобно и до щеки не дуем это интервью будет посвящено недавнему конфликту ван скоро и force я об этом снял отдельный ролик так что советую с него знакомиться чтобы быть в курсе событий не забывай про лайк и пиши в комментах что думаешь по ситуации было вас перед у тебя точнее ну у вас вместе с дворянкиным перепалка в твиттере ты ему решил вот такой вот грубой форме достаточно ответить почему почему именно так ответить послушай ну это был равнозначный по тональности ответ ну это первое второе то что меня искренне разозлила попытка человека который уже в принципе не имеет отношения к киберспорту при том что но я не моля его достижения определенные но тем не менее но он не имеет отношения никакого к нашей команде в текущий момент и он выдал свои как бы домыслы как за какую-то правду за какую-то инстанцию ну и вообще в целом просто хотел бы добавить официальная позиция организации у нас всегда существует на официальном канале как бы forza esports официальный twitter и тому подобное а здесь я как бы оставляю право за собой какие-то личные вещи рассказывать делиться чем-то там может быть даже в какой-то там даже эмоционально но тем не менее это мое личное право ты сам писал когда был конфликт с нс что мол киберспорт это на уровне падика и вообще все не серьезно потом как бы сам пишешь в таком же стиле пускай в личном твиттере ты как бы получается что сам решил спуститься в этот падик или как как это но я я спустился на уровень как раз дворянкина вот он как написал я точно также ему и ответил люди естественно зацепились сразу достали мой там старый и твит но дело не в этом профессионалим заключается даже не совсем в том как ты разговариваешь то как ты действуешь как ты делаешь и принимаешь решение это в первую очередь понятно а здесь была как бы личная перепалка с дворянкин хотя мы с ним знакомы мы встречались на самой встрече на самой первой еще там где-то год назад встречи руководители организации неплохо пообщались попили пиво и покушали рыбку странно было то есть ли лично вы с ним нормально общаетесь как бы ну как бы да по поводу заявления ван скоро значит он вас упрекает в невыполнении обещаний то есть кроме буткемпа вы якобы никакие обещания не выполнили и получается какие вообще вы обещания давали и что из этого выполнить получилось и не получилось давайте так вот из всех обещаний все что мы обещали мы выполнили досконально это первая зарплата это буткемп психолог медийная поддержка это был также тренер по физподготовке у ребят было все самое необходимое чтобы не отвлекаться ни на что и тренироваться и выполнять свою часть работы естественно мы им сказали то что после прохождения испытательного срока мы применим к ним глобальную систему работы это там к это как раз включала систематическая работа с психологом по физподготовка в целом дисциплинарные моменты это у нас есть скажем так свои свое ноу-хау которая как показала практика работает но мы не хотели сразу это применять но тем не менее мы дали им все опять же мы дали и психолога и буткемп и тренера по физподготовке и в целом мы создали все им условия для комфортной игры а по поводу вот психолога и тренера они вообще достаточно сколько они были с команды то есть сколько они работают составом они работали с самого начала как мы подписали ребят мы сразу подключили в первую очередь психолога им очень понравилось футбайки от ребят были крайне положительные да даёт буст да помогает тренер по физподготовке когда они заехали на буткемп он дал им определенные рекомендации дал небольшую программку чтобы они делали и которую они выполняют чтобы они находились в хорошей физической кб форме и целом такая зарядка это была первая стадия потому что дальше там дальше больше по именно по физподготовке но на первых парах для людей которые спортом не занимались это было сам то а вот по поводу психолога кстати в анскор там ну буквально одно предложение написал но из серии типа ничего не могу сказать мы работали с ним мало недостаточно это действительно так или он где-то лукавит как недостаточно они с психологом работали но наверное через день что значит мало по моему это достаточно у нас штатный психолог он у нас в штате не почасовая как обычно история поэтому они могли пользоваться в любой момент здесь как говорится часто все зависит тоже от команды да естественно у нас есть определенное расписание но если игроки сказали нам мало нам нужно каждый день нам есть что обсудить вопросов нет ребят а вот он еще пишет что bootcamp постоянно переносили так вообще сколько было этих переносов глобально наш ну как бы наш косяк был в том что он перенесся с первого числа на шестое поиском bootcamp мы озадачились в декабре месяце bootcamp вообще сложная сама по себе штука потому что у тебя много должно совпасть факторов это локация этого bootcamp а качественный хороший интернет желательно еще вторая линия условия для ребят проживания потому что мы стараемся своим игрокам создать комфортнейшие условия к примеру там у каждого что было персональная комната персональной ванной но как минимум чтобы они могли высыпаться и не отвлекаться ни на что что рядышком там не храпел мы не делали никогда там четверо в одной комнате и тому подобное всегда чтобы было все хорошо и много площади поэтому были определенные критерии подбора мы обещали им bootcamp на 1 февраля у нас все к этому шло дом который мы первоначально нашли там он был вообще замечательный все подходило но в последний момент я даже не знаю как так ну провайдер отвалился пришел другой они не смогли обеспечить нам приемлемое качество связи ребят по доте мы уже подписали и шел активный разговор по поводу bootcamp я сказал о том что до 1 февраля должны успеть потом понимаем о том что нам приходится в срочном порядке bootcamp этот отменять и искать новый и мы в авральном режиме там нашли bootcamp но опять же новый дом его подготовить все это как бы занимает время там это достаточно сложно это кажется что я снял дом привез туда компьютера и поехали нет это немножко не так это нужно же полностью обеспечить быт там 6 7 людям но мы их сразу предупредили о том что дом сырой и поэтому лучше вам заехать восьмого они сказали нет нет мы хотим заехать прям немедленно хотим заехать сейчас мы сказали то что но могут быть какие-то момент которые нам нужно будет по ходу дела доделать и они сказали все вопросов нет мы все равно заезжаем хорошо но вот я получил эту информацию у меня сразу возникает как бы вопрос то есть игры уже девятого начинаются а вы им предлагаете восьмого только за заехать ну то есть в первый же день когда они заедут но они поиграют там я не знаю полдня максимум браков я не думаю что это достаточно для подготовки я считаю в чем отличие они бы приехали восьмого числа уже на полностью готовое на все настроенное они приехали с утра сели восьмое число и девятого игры этого достаточно команда же не первый раз там увиделось не в не первый раз играет на у них же есть какой-то определенный там тимплей чисто бытовые вопросы решить когда все готово это занимает пару часов то есть в принципе один день bootcamp это как бы не проблема для подготовки не проблема нет я искренне так считаю а вообще одна bootcamp вот они после этого были сколько они времени то провели они провели три недели при том что сами решили сделать паузу в тренировочном процессе вот после выхода на минор и поехать по домам хотя на bootcamp остался только гибкий и изначально мы вообще с ними договаривались о том что они будут три недели сидеть и никуда не уезжать но мы пошли им навстречу как бы они попросились домой мы их отпустили не вопрос но после минора они опять говорят мы опять хотим на bootcamp но говорят все что bootcamp был плохой а почему они же так сильно хотели вернуться тоже у меня вопросы иногда возникают вот наш bootcamp наша тренировочная база пойдемте покажу в общем вот так вот наши ребята здесь это их основная игровая комната компьютеры кстати компьютеры неплохие 8 700 кей до 5 герц и разогнанные 28 карточки как вон там все топовое железо ну девайсов нету потому что сейчас никого нету на bootcamp в целом пять мест игровых место тренера место менеджера ну тут телевизор вай-фай как бы они все это смотрят здесь они обсуждают какие-то моменты играют настольные игры здесь кухня здесь есть все в принципе посудомойка мусорка как бы все ребята не знаю здесь никаких проблем что еще в доме есть в доме есть вот так вот ребята тоже пользуются сауна пожалуйста все можно это попариться в принципе расскажу про остальную часть дома не буду показывать все но дом скажу так он достаточно большой 500 с лишним квадратных метров у каждого игрока своя персональная комната не такого игрока еще обычно если это менеджер тренер как бы каждый находится в кайфе у нас второй этаж есть одна комната здесь еще одна комната у некоторых хоромы я не знаю у игроков есть такая своя градация типа кто круче кто не хуже типа альфа-самцы не альфа и тому подобное но здесь типа комната альфа-самца а ты посмотри на эту кровать до 3 этаж классная лестница здесь кстати вот на этой локации мы снимаем интервью все там есть еще у нас одночильная зона наверху есть туда накидать подушек можно что-то сидеть обсуждать балдеть в принципе если надо там даже муж человек спокойно разместиться спать место полно соответственно в продолжение вопрос а и после этого как бы были какие-то проблемы но то не вернулись же на будки но нет касательно касательно там bootcamp а ну были там смешные момент ну как смешные моменты я считаю то что это зажрались требования свежезаваренный кофе утром обязательно потом требования настольного тенниса не вопрос кстати требование было удовлетворено сразу как только с теннис приехал они что сказали стол говно ракетки говно извините что я так просто выражаюсь это кстати сетка которую ванскор с командой натянуть не могли она у них отвалилась они вызывали специально обученного человека который натягивал ее бедолаги этот стол они сказали что он очень плохой вообще все тут плохо хотя стол как стол не дешевый нормальный правильный не нравилось еда еда кстати было отличное дорогое сбалансированное питание четыре раза в день все что хочешь еда пресная для это нам не нравится то не нравится в общем а еды много вот они еще говорили у вас еды горит много ну как бы это плохо плохо неплохо да потом ситуация с феном до которую это обсуждали ну это вообще это хохма фен это средство как бы личной гигиены да и в конце концов как бы менеджер на что но вам нужен фен немедленно сейчас пойди купи все это не вопрос как бы мы компенсируем с ходу причем и точно так же и было они когда приехали на bootcamp первые два дня они там пишут или же ванскор не было еды дядь ванскор ты суши когда кушал а потом мы тебе их оплачивали ничего там нормально себя чувствовал да в принципе все было у них но мы с ними разговаривали тоже момент говорим о том что но вам нужно правильно питаться нужно больше кушать фруктов вот мы вам даем денежку покупайте фрукты что они делают они идут покупают какие-то чипсики какие-то шоколадки мы приезжаем грим ребят но это не подход но вот элементарно но мы не будем ваши фрукты кушать мы будем вот это кушать то что мы хотим но так тоже неправильно bootcamp это все-таки сборы это не chill зона ты пришел ты должен выполнять там вовремя вставать вовремя выполнять требования правильно питаться как бы сосредоточиться на своей игре максимально то есть у вас в принципе я так понимаю того организации такой подход что дотеры не должны как бы я не знаю как некоторые команды практикуют вместе там потусить сходить что-то такое ну во время bootcamp по имею в дни bootcamp они должны именно быть на базе тренироваться и как ну такой спортивный подход правильно спортивный подход естественно мы пропагандируем спортивный подход и как бы далеко там за примерами ходить не нужно но вот если взять к из глута это астралис там чистый спорт полноценная подготовка тестирование физ псих и тому подобное это все присутствует это дает определенный результат это работает правда работает с ксго составом это работало почему это не должно работать с дотерами я не знаю по идее должно если бы они вот сняли вот эту штучку вот про менеджеры ты вспомнила у меня тоже в вопросах есть как бы по сути то вопросами еды фена вроде как он должен заниматься или в чем там ситуация была с менеджером то ну естественно всеми организационными вопросами он должен заниматься тем более если он живет как бы в москве но там честно говоря в нашем случае менеджер только выражал свое недовольство абсолютно как бы всем то ему не так это не так он не справлялся со своими обязанностями мы на все требования его давали деньги счет не хватало это вопрос как бы менеджера и T ahí н Tutans saved to understand to send to a platform понято то есть по сути сам менеджер у команды был но как бы игроки от вас ждали именно от вас в смысле как организации еще то есть чтобы кто-то выполнял функции менеджера видимо да у нас есть человек который ответственный за бут кэмп но не занимается бытовыми проблемами ребят которые там живут он занимается организации бут кемпа и его его задача найти и привести настроить под ключ все вот это подготовить но фактически вот у нас у каждого состава менеджер занимается бытовыми вопросами но на то он и менеджер по поводу текстов он скоро снова он там заявляет в одном из абзацев что учредители force не могли найти общий язык и договориться между собой про кого здесь речь и вообще как так получилось да здесь не было никакой проблемы это речь идет про моего партнера естественно во время там работы возникают определенные терки но позиция у нас на все как бы единое мы идем вместе там рука об руку и все в порядке поэтому он это чисто рабочий был момент я не знаю почему это его так удивило стандартная история когда два учредителя что-то там спорят споре рождается истина то есть в принципе моменты были где ну допустим вы что-то пообещали а потом давай я сразу просто перебью здесь вопрос был по датам bootcamp а как раз таки то что я пушил и говорил то что первого все-таки мы успеем но я просто верил просто в конце force major с интернетом на той базе нас подвел он говорил нет не успеем потому что нас подведут и поэтому это менеджер я не это опять же менеджер при этом присутствовал как он донес до игроков я понятия не имею значит дальше one score пишет про некий ультиматум о снижении зарплаты в три раза которые они получили прямо перед киком такое вообще было и с чем вообще это связано ну этот ультиматум первых не ультиматум у нас был тестовый период они к нам пришли попросили там ну достаточно такую приличную цифру на каждого кто сколько должен получать мы сказали нет мы вам столько не дадим если хотите там работать с нами мы вам готовы дать там другую сумму они согласились но это было с оговоркой то что на тестовый период даже от этой суммы они получают половину когда заканчивается тестовый то они будут полную получать в итоге закончился тестовый и вот они исходя из всех этих результатов которые они считали что это супер успех начали требовать нас все больше больше плюс увеличение и процентов даже исходя уже от той цифры которую от изначально их желаемой они просили еще больше еще встречный вопрос по поводу вот этого тестового периода то есть опять же ваня пишет что цитата какой heterопеда тестовый период был пройден и был подписан второй контракт !!! Без испытательного срока и с другой зарплатой !!! такое вообще было или-то есть они подписывали другой контракт Мне они подписали другой контракт но действовал еще первоначальной !!! То есть у них было получается 2 контакта одновременно !!! хорошо clair territoire то есть им favorite contracts о том что стоит ли с ними делать причем переподписание контракта пуш или они ну что у нас нас наш базовый с ними контракт ну как бы он нестандартный давайте так он срочный договор со спортсменом как бы он позволяет подобные вещи делать это нестандартный трудовой как бы договор вот и он подразумевал увеличение то есть мы спокойно могли там увеличить но они требовали чтобы мы переподписали с ними другой контракт и сразу прописали там вот эти повышенные цифры которые они хотели есть определенный кипя и ребята не хотели как бы ждать они хотели все сразу получить а теперь у нас там рассчитывается по квартально закончится заканчивается квартал после этого мы там садимся делаем пересмотр с учетом параметров определенных там повышение или остается только жили понижение ну там зависит от ситуации они нам мы только вот только они сделали что-то дайте сразу дайте сразу увеличьте ну и тому подобное и вот очень тяжело работать в таких условиях когда ты понимаешь что ну команда первых не лояльна во вторых она хочет стать от ну только денег а вот этот вот ультиматум он все-таки был то есть вы писали им типа ребята мы вам снижаем зарплату или там не было ультиматума мы им предложили на до выяснения по турнирам опуститься на условия тестового периода то бишь это не было там в три раза ну как бы ну ваньки есть там это пунктик пунктик насчет трех раз это не было в три раза мы просто предложили те же самые условия что были как бы на тесте но опять же до того момента когда мы не разберемся пока мы не разберемся что будет происходить по турнирам потому что на фразу вернее на вопрос я задаю вопрос менеджеру а что мы будем играть какие есть турниры он горит а тут есть несколько за первое место от двух до шести тысяч долларов я говорю да уж не густо как бы в целом а участники там какие ну горит всякие там слабенькие команды говорю а нам там зачем играть давайте говорю подождем посмотрим что будет вообще происходить с дотой какие турниры добавится наверняка же если по отменяли лан и много кто переедет как бы в онлайн допустим это я вижу уже на примере кс неплохие турниры сейчас такие жирные появляются 100 тысяч долларов двести-триста все в порядке поэтому мы предложили им на определенный период хотя бы там до мая подождать и посидеть на тестовых условиях потому что но содержать состав там в полную катушку плюс увеличив им зарплату как бы ну это нам экономически нецелесообразно было дороговато то есть все упиралось я понимаю все просто что из-за вируса про который кстати я снял ролик вот тут его ссылочку оставлю в в общем то по отменялись турниры из-за этого как бы вы не смогли им по сути платить ту же высокую зарплату да нет да не то что мы не смогли мы могли бы эту зарплату платить вопрос в том что это экономически не выгодно это невыгодно но ты просто несешь убытки в месяц два-три как бы и я более чем уверен то что многие организации сейчас об этом задумываются где-то как-то подрезать где-то уменьшить да что далеко ходить большие предприятия компании уменьшают свои расходы уменьшают зарплаты это нормальная практика тут надо выживать каждому надо выживать тут уже не до бравирование какими-то там большими цифрами то что я дам влево да право пусть у вас все будет ты за и вот такой вот якобы ультимативные формы они ну типа вы не договорились вместе с ними а вот если бы вы пошли вы смысле force пошли на диалог то как бы вполне вероятно что они бы и согласились там на более низкую зарплату и тут собственно вопрос с кем был диалог и как бы почему не получилось то договориться поэтому ну вот смотри мы изначально все отношения наши выстраиваем через менеджера мы общаемся с игроками но чисто по субординации так больше но более правильно вот есть руководство есть менеджер состава есть игроки любые пожелания хотелка не могут передать если какой-то момент или вопрос срочный возникает естественно мы разговариваем с игроками расскажу смешную историю тоже когда у нас есть правило в организации мы запрещаем нашим игрокам брать с собой девушек на лам турниры категорически потому что это противоречит как бы спорту это отвлекает я понимаю то все любят своих женщин и девушек и тому подобное но это неправильно это отвлекает для работы это не годится ну там возьмем там тоже самое там спартак футбольный клуб до нашего нашего партнера у них такой же стоит запрет на сборы нельзя на матче нельзя хочешь приехать на трибуне и посиди посмотри и все поэтому мы им изначально сказали и у нас с ними случился как бы диалог когда я долго с ними сидел это обсуждал и они там выпрашивали умоляли потому приводили там определенные свои доводы и тому подобное и точно так я я памятую как у нас состоялся этот диалог он достаточно был такой тяжелый и исходя из текущей ситуации что мы уже как бы посмотрели как они себя ведут и как они работают мы приняли решение о том что здесь нам нечего с ними обсуждать сказали менеджеру и ситуация такова если они хотят продал оставаться в организации если они готовы дальше работать наши условия такие на два месяца мы уменьшаем им зарплату не уменьшаем как бы перед возвращаемся к тестовому периоду и работаем по этим цифрам дальше смотрим он сразу как бы там через полчаса написал ни в коем случае как бы там не было там с их стороны слова о том что они могли бы вы зайти в дискорд давайте обсудим ситуацию сразу нет и все до свидания мы уходим тоже как бы я сейчас выпускаю рубрику в отдельную суд морфа называется и соответственно ну я там разбираю разные темы в киберспорте с юридической точки зрения тут соответственно у меня есть доступ к скажем так юридической консультации вот и мы этот конфликт тоже с моими юристами обсудили ну так кратенько и у них появилось два важных вопроса первый это на каком основании был расторгнут контракт потому что если бы работников россии было так легко уволить то как бы этим бы очевидно все пользовались безусловно но как я говорил выше у нас не стандартные договора это спортивные срочные договора которые подразумевают подобные вещи под собой мы можем так сделать тем более вопрос стоял по тестовому периоду после прохождения тестового периода у нас было определенное время как подумать посмотреть и мы спокойно это расторгли и все штрафы прописать именно в договоре и тем более на пол зарплаты как бы это практически нереально по крайней мере мне так юристы сказали как у вас как бы это регулируется я не могу раскрывать подробности но у нас это как бы четко прописано я еще раз говорю наши контракты позволяют это сделать мы можем оштрафовать это нормальная практика это если посмотреть что в киберспорте полно таких и историй и у многих там прописаны даже штрафы сто процентов или там вот недавно сталкивались ситуации не буду говорить организацию у них существует штраф за нанесение ущерба имиджа организации штраф 6 к 6-кратный штраф оклада по окладам что за полгода могут человеку просто потом деньги не платить и в принципе у них этот контракт является легитимным единственно то что они находятся не в нашей юрисдикции не в российской федерации но тем не менее эти вещи практикуются если ты посмотришь я рекомендую твоим юристам обратиться обратить внимание на спортивное право посмотреть как эти вещи регулируются в футбольных клубах хоккейных клубах и тому подобное это это все работает понял а вообще назначает этот штраф кто как бы лично ты или какое-то заседание у вас или как ну как вообще это происходит по факту мы с партнером оцениваем ситуацию оцениваем риски убытки имиджевые углу как бы урон и принимаем решение но мы очень редко кого-то штрафует очень очень редко если и существует штраф это такого плана там дисциплинарного ну там на тысячу рублей на две тысячи рублей ну бывало там хорошо там на 25 тысяч рублей там игрока по кс-го штрафовали за разгильдяйство это работает рублем наказывать это в принципе действенный метод учит по крайней мере многому почему все таки было тогда принято решение всех игроков штрафовать за рейдж наинтина в пабе особенно вот учитывая опыт прошлых случаев там все mind control думаю ты наверняка в курсе конечно вот и как бы там даже вал вмешивались и все равно ну наказание нес только один человек который в общем-то рейджер вот смотри подобные санкции естественно можно называть жесткими очень но мы говорим о командной как бы дисциплине игрока который совершил подобные поступки должен вести ответственность не только перед организацией спонсорами но и перед своими тиммейтами чтобы следующий раз тут просто каждый из них взял и подумал стоит так делать или нет данный штраф это важный пример того что команда единое целое как в игре таки в жизни поэтому это там некоторые будут смеяться говорить а как в армии там накосячил один отжимается вся рота или там чистит туалет и зубными щетками но по факту это действенный способ научить коллектив то что существует ответственность не только за себя перед командой вот штраф он был только к игрокам или к менеджеру тоже менеджер тоже получил она является частью команды и вот еще у ванскор пишет что значит по заявлениям руководство force в медиа пространстве мы уволены еще три дня назад а на каком же нас основании тогда штрафуют да он нанес огромный имиджевый урон организации мы эти вещи как бы могли сделать скажем так опять же по нашим контрактам то есть грубо говоря неважно он он и через месяц мог бы там зарейджить под тегом лукойл force и все равно бы все равно бы ему прилетела да но ванскор конечно он подписывал индей он много лишнего понаписал но мы пока разбираемся и вот кстати по поводу несправедливости штрафа опять же ванскор пишет вы посоветовали игрокам обратиться в суд а вы вообще сами реально готовы судиться как бы это не проблема мы с удовольствием наши юристы спят и видят они каждый кейс рассматривают очень внимательно и прецедентов по большому счету то нету как бы и мы готовы судиться случае чего и готовы там отстаивать свои интересы если на нас кто-то подаст суд и готовы защищаться ну у нас не маленькая организация есть хорошие юристы думаю справимся был такой якобы инсайт про штраф на миллион рублей от лукойла это штраф то был или не был инсайда с моей стороны по этому поводу не будет разглажать не могу потому что не хоть ну не потому что не хочу просто есть обязательства определенные как бы перед партнерами ну и вообще дело в ну не в этом не в этом гипотетическом миллионе дело просто в ответственности 19 он просто зашел в папы и там начал делать то что ему хотелось хотя привет привет перед при этом мы игроков всех предупреждали важности и там правильности поведения важность коммуникации ну видимо не до всех как бы это просто дошло в любом случае я считаю что такой конфликт должен был произойти не с нами так скинуть еще потому что киберспорт растет растет его аудитория растет ответственность все должны рано или поздно понять то что нужно как бы следить за тем что ты говоришь тем более если у тебя там такие нормальные серьезные партнеры и скинуть там идея ещё раз но вот ну вот ну 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 тут же всё HOI DIGIT ВОМОТОСОЕ шоу русская лица и то что если у тебя там там написано звучит коммуникации где она там на «Обитальность» или в «Обитальность» то есть игра в европейская или на «Обитальность» то есть игра в завершенном случае как у тебя там положение в курсинге и так далее ну и я знаю что-то что-то в курсе аудитория был я не говорю так за вот будущее лица там мы уже скидали так как подорезает ну это конечно главное которую игроков еще не во скидали а вот что сейчас вообще кстати сложности с выплатами призовых происходят если раньше в среднем занимало ну там течение двух месяцев деньги приходили то сейчас доходит до того что до полугода до 8 9 месяцев можно ожидать выплаты призовых но отвечая на твой вопрос да естественно мы выполним все свои обязательства которые были обещаны полностью как соответствие с контрактами с процентовками я не знаю я не знаю я не знаю да я бы добавил наверное ну во первых хотел бы извиниться перед дотом комьюнити потому что я достаточно их так очень жестко зацепил когда написал около доты я видел сколько там сразу вылилось на меня всяких гадостей но правда вам нужно как быть немножко более терпимыми менее агрессивными ними злыми воспринимайте все с юмором да я хочу всем пожелать чтобы вы любили игру не скандалы вокруг нее это ни к чему хорошему не приводит просто играйте кайфуйте побеждайте достигайте и будьте на вершине если сможете отлично спасибо на этом все с вами был морф с вами был мегион подписывайтесь на канал до встречи